Значит, мы опять говорим о депрессиях и самоубийстве, особенно среди мальчиков русского народа. Вторая часть? Да, это вторая часть, связанная с тем, что появились... Это в прошлый раз было? Да, в прошлый раз было. Появились определенного рода экспериментальные данные, очень интересные. Это работа швейцарских ученых, вот она вышла просто на прошлой неделе, как раз она оказалась в нашу тему. Я многократно в этой аудитории говорил о своей нелюбви к гуманитарной философии, и вот сейчас, как ни странно, мне упражняться в этой нелюбви к гуманитарной философии в очередной раз удается сделать. Значит, 9 авторов опубликовали следующую статью. Почему-то считается, что самая главная из них – Изабель Мансуй, которая оказана в авторах последней. Вот, они ставили следующий эксперимент на мышах, на обычные мышки. Мама мыши, у нее маленькие детские мышки. И с мамой начинали делать совершенно, то есть лично Изабель Мансуй это делала, самые страшные вещи, что можно сделать. Брали эту маленькую мышку, закидывали ее в холодную воду, потом брали ее в коробку, клали, и начинали ее там давить. И она пожила в ситуации постоянного стресса. Притом это делали не по расписанию, а в любой момент. То есть в любой момент мог подойти человек, большой и страшный, и злобный, и сотворить все, что с ним может сделать. Поразительно, но это не самое интересное. Поразительно, что ее детишки начали страдать определенного рода депрессиями, становились равнодушны к семье. Ну, не к семье, а к себе. То есть они оказывались тем, что относились к своей жизни чрезвычайно безалаберно. По нашей точке зрения, ну, не ценили себя, не хранили себя и так далее. Это было бы все нормально. Можно бы считать, что они испытали стресс в детстве. Но от этого у них произошли определенного рода нарушения в их несложной мышащей психике. Но получилось не так. Оказалось, что их дети, то есть прямое их потомство, полностью наследуют эти признаки. То есть склонность к суициду, к депрессиям, к неадекватному поведению, чего-либо и еще прочего. Это как бы было бы еще ничего, но этой группе удалось понять, каким образом это происходит. Удалось понять, что на самом деле в момент вот этого стресса у вот этих детишек в сперме и внутри вырабатываются так называемые микро-РНК. А микро-РНК это РНК, в котором содержится очень мало оснований пар. Но на самом деле у нас транскрипция происходит следующим образом. У нас происходит ДНК. Вот идет у нас ДНК вначале. Вот ДНК, где у нас записана информация. После этого из него возникает РНК. А потом из этой РНК на ней уже синтезироваются белки. Что происходит, когда у нас здесь в окрестностях содержится микро-РНК? Она здесь одна спиральная, вот здесь обратите внимание. Здесь у нее только одна спиральная. Тогда эта микро-РНК вот сюда полностью пристраивается, сюда. И оказывается, она здесь ее полностью дублирует. У нас возникает участок двухцепочной РНК. Для организма это однозначный сигнал о том, что в организм попал в вирус. Потому что большинство вирусов это двухцепочная РНК. И когда она сюда встраивается, таким образом всевозможного рода синтез соответствующих белков просто прекращается. Между прочим, на этом эффекте, такой мистически мощным эффектом, обладающий препарат как ДРАКО, то есть целая группа препаратов, тоже основана свое действие. Я надеюсь, что может быть его никогда, хоть он лечит и дзенги, и все любые другие болезни, никогда не пойдет в мир. ДРАКО работает следующим образом. Он препарат, который видит, что если у нас появилась в организме в клетке где-то двухцепочная РНК с количеством оснований больше насти 4, что в организме никогда не бывает, он тут же дает команду этой клетке на самоубийство, на паптос. И умирает. С ним умирает и как бы этот вирус. Микро-РНК это вот такие маленькие образования, кусочки РНК, которые плавают у тебя в цитоплазменной клетке. Когда у тебя появляется РНК, она под нее подстраивается, у тебя возникают маленькие участки двухцепочных РНК. Транспортная РНК выстраивается под ДНК фрагмент. Да. То есть вот это такова у нас это значит. И драка опасна тем, что депрессивных убьют полностью. Нет, это про драка потом. Значит про драка я хочу сказать, он больше 24 оснований. Потому что это очень опасный препарат, потому что можно модернизировать по большому счету, скажем, меньше 24 оснований. И он будет убивать всех практически. Но нам важен вот этот самый механизм. Что здесь очень нас интересно, что сделали швейцарские ученые. Они поняли, что у стрессующих мышат потом сперва находится совокупность пяти микро РНК. В том числе одна из них, про которую точно известно. Вот они ее пишут вот так. Вот она. Мир 375. Вот. Которая полностью связана с стрессом. Все остальные четыре, они тоже скорее всего связаны с стрессом. То есть впервые получен биохимический механизм, который позволяет передавать потомкам, то есть ситуацию, проблемы с их связанной с бабушкой. Притом он работает исключительно по линии самцов. Вот. Какие это имеют следствия? Существует, например, два мощных эмпирических факта, которые в микробиологии были до сих пор не подтверждены. Первое. Это исследование по поводу детей красных хмеров. Ну и кампучинцев, которые были в эпоху красных хмеров. Они все депрессивные, склонны к самоубийствам, к равнодушиям собственной жизни и так далее. Второе исследование. В Австралии проводилось. Ветераны вьетнамской войны. Их дети. Тоже все депрессивные, статистически значимые, склонны к самоубийствам и чего-либо еще. Я хочу обратить внимание, что речь идет только о мальчиках. То есть он продается только по отцовской линии. Тогда оказывается, что тот механизм, то есть то наблюдение, которое делал за русскими мужчинами, которое было в прошлый раз, она получает определенного рода подтверждение. Оказывается, что у их бабушек, прожившие коллективизацию, голод, Великую Отечественную войну, рождаются внуки с соответствующими рода проблемами. Депрессивными, склонными к самоубийствам. А если Второй мировой войны не пережил то же самое? Ну, скорее всего, не в такой сильной стадии. Не в такой интенсивной. Поэтому никакой уникальности, как некроцивилизация, как и о которой говорят современные русские, этого нет никакой уникальности русской цивилизации. Действительно, если мы делаем с бабушками нечто страшное, что у них рождаются внуки. А дальше это пойдет там правнуки и так далее? Вот как это мог хотел перейти. Самое смешное, что это идет дальше. Это идет еще к правнукам и праправнукам. Это удалось зафиксировать. Мышки-то мало живут. Разблажаются быстро. Но механизм вот этого микро-СРНК подтвердить не удалось. Это совершенно непонятно, почему так происходит. Но это эмпирически зафиксировано. Бихимический механизм этого обнаружить не удалось. Что я ваше хочу... То есть это механизм появления первоначального. Да. Потом он передается, почему у бабушки появились эти микро-СРНК, непонятно. Нет. Почему... Значит, дело-дело происходит так. Понятно, почему он появляется у детишек, у этой самой бабушки. То есть у детей. Понятно, как это передается потом к ее внукам. То есть вот эти вот микро-СРНК. Но потом, что она отвечает, Антон, у этих внуков еще возникают дети в двух поколениях. В двух поколениях удалось вот этот суицидальный депрессивный характер отследить. Но механизма такого там уже нету. Он не работает. А суицидальный депрессивный характер есть. Я на что хочу еще обратить на фундаментальное ваше обстоятельство. Опять поговорить о философии науки, как в очередной раз. Что здесь очень важно? Вообще красивое, важное исследование. Что мыши и люди ведутся одинаково. Да. Это самый важный вывод. Что мыши ничем не отличается от человека. Я хочу обратить внимание, что мы опять имеем некий механизм, который не связан с непосредственным наследованием ДНК. То есть это не хомосомное наследование. Это такая вещь, когда ты как бы обучаешь ее. Но приобретенная. Приобретенная. На маркизу. Да, приобретенная. Но после этого она передается дальше. Самое смешное, что если мы знаменитый Восханнил, где академик Лысенко с академиком Денисовым дискутировали. Там коллеги Лысенко подобного рода вещей привели примеров штук 30. Они были несомненны. Они были повторяемы. Лысенко постоянно говорил, что вот такие данные, вот эти всевозможные, они наследуются. Он говорил, что хомосомный метод передачи информации не является единственным, как говорили, генетики его оппоненты из академии на тот момент. Но тем не менее, Лысенко у нас до сих пор является лжеученым, одиодной личностью. У Лысенковщина есть что-то еще. И тем не менее, вот уже какой третий или четвертый уже работы, которые показывают, что Лысенко был прав чрезвычайно. И вот они подтверждаются. Ему удалось дело, потому что другой уровень микротехники настоящей, исследовательской, опытной техники. Даже показать, как это происходит. Самое первое было это понятие, каким образом свойства привоя преподаются свойству подвоя. Из-за этого даже получена новийская премия была лет уже 20, наверное, назад. И как микро-НК, как она появляется? Неизвестно? Я не знаю просто. Наверняка людям, которые это делали биохимикам, это известно. Может быть и неизвестно, но в любом случае в клетке появляется микро-НК. А оно что? В смысле? В клетке живет. Это пазматическое наследование. Точно по составу своему нуклеотидному точно такая же, как у СОП? Это транспортная РНК, что ли? Не транспортная, но просто РНК, да. Это транспортная или транспортная? Да. А нуклеотидному составу такая же? Да, да, да. Вот такая вот эта вещь. Вот так она работает. В самом деле, давно было известно, что определенного рода гены у них вот идет там участок ДНК какой-то ген генный, да? У него есть, грубо говоря, здесь некий мотор, индикатор. Ты его можешь включать и выключать. Когда следующий у тебя участок будет работать или будет не работать. Это было известно. И он должен передаваться будет по наследству даже, такой этот механизм. Почему? Потому что, ну это все понимают, что двух братьев-близнецов, уже прожившие жизнь по-разному, могут быть из-за внешних факторов быть включены различного рода гены. Различные участки. И это передается по наследству. То есть они при общем, идентичности общего кода, при идентичности этого общего кода, они будут иметь... Игорь, а раз здесь есть что-то новое, мы же знаем на самом деле, что депрессивность, она в принципе передается по наследству. И люди обычно, которые склонны к депрессии, обычно это связано просто с наследственными какими-то проблемами. Ну вот получилось, что немножко не так. И заморожение передается по наследству. Немножко получилось не так. Итак, получается, одно дело, когда у тебя действительно есть генетическая болезнь и какая-то генетическая предрасположенность. Бабушка не была депрессивной. А другое дело, что бабушка изначально не была депрессивной мышкой. А после того, как ее попинали, пинание ее никак не влияет на генетический код. Никак. На ДНК не влияет. Влияют уже какие-то стоплазменные вещи. Не на нее, причем, а на детей. Она так осталась недепрессивной. Ей просто было плохо. А вот через детей на внуков, то есть это не генетическое наследование. И притом оно только по мужской линии передается, что тоже опять очень интересно. Да, если бы это было генетическое, то было бы по двум линиям. Одинаково. Потому что ДНК делится при делении, передается одинаково, независимо от мужской и женской. А, хотя они есть какие-то. Да, да, есть разница. Смотря в какой хромосомик. Да, хромосомик такой. Там Игорь Крым в хромосоме, да. Скажите, а дальше что? Ну, так сказать, ребенок, внук, а дальше правнук и правнук. Да, правнук и правнук. А вот дальше идет генетическое закрепление. Передается, передается. То есть должно быть уже генетическое закрепление. То есть механизм его неизвестен. То есть фактов... Нет, не генетический, непонятен какой механизм совершенно. Я могу предполагать и назвать. Проблема-то в чем состоит? Возможно, то, что вы говорите, имеет под собой основания. Но проблема состоит в том, что человечество так долго мучило природу, они друг друга люди уничтожали, мучили, целое государство уничтожались. Мы должны были тогда вообще быть все депрессивными, как только рождался, сразу сделать себе карахей. Но на самом деле, как показывает практика, что постоянно работает вот этот инстинкт выживания. Независимо ни от каких обстоятельств... Обязные биологические вещи... Наш числый заселение над землей вырастает, а не угрожает. Влад, здесь не в этом дело. Что, естественно, некий генетический сбой, или какой-то наследуемый, пускай даже не генетический сбой, он передается несколько поколений. Но это не факт, что он распространяется. То есть если изменилась ситуация, он сглаживается, уничтожается. Это здесь не идет речь, что он должен... Вот тут же побили, и это все на вскоре. Углаживает. Подождите, Игорь хочет объяснить, что большое количество самоубийств, которые происходят в России, они связаны с тем, что... Именно конкретные бабушки, конкретные поколения. Ну, конкретные какие-то поколения, которые были давно. Не давно, именно бабушки. Бабушки, которые... Вот скажем... Бабушки-бабушки, да. Я смотрю, мой сын, да, ему, значит, там, 24, его бабушка 30-го года. Вот. Ну, я согласен. То есть она прожила и 37-й год там, родителей потеряла, военную прожила, и послевоенные. Но там он сказал, внук как раз вот тех женщин, которые жили в самый депрессивный период у нас в России. Нет, я бы не сказал, что депрессивный. Потому что все, что было после революции, не было депрессивным. Ну, здрасте, один голод, чего, знаю, стоит. Нет, давайте различим. Два фундаментальных голода. Мы не называем вот... Мировая война была... Давление мышки мы не называем депрессивным, да? Когда мышку давят там в коробке или там в воду бросают, это не депрессивный... Нельзя называть это депрессивным периодом. Нет, она не... Страдание. Страдание. В Америке, как вы помните, в 29-м году был кризис, да, известный. Ну, и так же пущая народа старалась. А потом 29-й год. А потом и сколько он длился? Ну, я не знаю. Тут же закончился где-то несколько лет. Нет, это 3-4 года. Да, 3-4. Почему не открывается в Великой Германии? Да, то есть это... Нет, ну, сам факт, кстати, потом была мировая война, и то есть в Америке она никак не сказалась. Ну, как никак. Не казалось, не казалось, не казалось. У них 300 тысяч всего общей потери во всей войне. Ну, это тем не менее есть Германия, которая в потере... Нет, 6 миллионов в этой войне. Ну, я имею в виду, что есть Европа. Просто поймите, на самом деле, из того, что какие-то мышки где-то там... давили, отсюда никакие выводы глобальные сделать. О том, что в России самоубийство нельзя. Нет, это... Такого вывода сделать нельзя. Научный подход у тебя. Нет, как раз у меня научный подход. Как еще выводы-то делать? Потому что, я говорю, аналогичные условия были во многих других странах. Ну, ладно. Если не любите Америку, давайте Германию возьмем. Булат, давайте возьмем наших женщин, бабушек тех, которые сейчас подростки. Это поколение, которое было после войны, они вступали в зрелый половой возраст женщины. Как раз послевоенный. Мужиков нет. Пахать на себе. Вот. Страх еще и репрессий какой-то. Голос, Германии. Голос с 47-го года. Голос с 47-го года. Как у тебя есть статистика по самоубийствам в Германии? Я не знаю, что в Германии, в Германии, в послевоенный период, было много благоприятней нашего. Полтан Маршала там в бухали, дай бог, сколько чего. Да нет, ну знаете, так тоже говорить, что в Германии было все это так, это хорошо. Не хорошо, не хорошо. Надо говорить уже конкретными цифрами. Действительно, вот Булат правильно задал вопрос, а знаем ли мы статистику самоубийства на территории Германии? Приятно. Мы знаем, знаем. Все гораздо лучше. По подросткам, россиян на первом месте. Ну да, у нас вот этот показатель 60-х годов, вот я говорил в прошлый раз по абортам и по самоубийствам, да, мы вот впереди планеты все. То есть мы помните, что мы в прошлый раз даже пытались понять, почему из русских получаются такие хорошие солдаты. Потому что они не очень хотят жить. Да? Но оказалось это на самом деле, что это свойство, вот оно имеет вот такой биохимический механизм. Что я говорю, биохимический механизм был и в Германии. Но в Германии действительно положение с какого-то момента выправилось. А мы продолжаем жить в каком-то там депрессивном состоянии. То есть просто развал Советского Союза и прочее. Я понимаю, почему... Я думаю, что нет, я просто имею в виду, что есть разные уровни. Вот есть социальные явления, а есть биохимические явления. Уровни разные. Понимаешь? Да не дай мне свободно выбрать депрессивный. Да, это важно. И мы, естественно, мы его закладываем. Опять-таки, это разговор, что это самое бессознательное. То есть нам казалось, что на самом деле, что мы сами, такие у нас экзистенциальные проблемы существуют. А оказалось, что известный персонаж Евгения Леонова из известного фильма Марка Захарова, который ссылался на свою бабушку, что ее бабушка была террором, оказался прав, самое что для нее есть смешное. Такова вот эта самая история. Нет, ну Игорь, это же, знаешь, был физикализм, а теперь, можно сказать, биохимизм. То есть все, что происходит на биохимическом уровне, полностью определяет все социальные явления. Ну как бы сейчас... Мы слышим просто примитивный, вульгарный взгляд. Действительно, может быть, на мышках как-то это происходит. Но есть на самом деле еще, помимо биохимического уровня, есть еще много других уровней. Есть личностный уровень, есть уровень социальный. На этих уровнях по-другому законно действует. И может быть, и там, где на биохимическом уровне, может быть, возникает какая-то, ну не знаю, там, какие-то процессы возникают. Они компенсируются на социальном уровне, коллективизм, на русском языке. Ну, на личном уровне компенсируются. О, согласен. Они компенсировались в Германии другими уровнями, а вот в России они не компенсировались. Тоже компенсировались. Ну, у нас такая благополучная обстановка сейчас с наркотиками, компенсируются. То есть мы пришли к общему выводу, да? Что разные слои, значит, в Российской Федерации оказались, там разные слои наложились, дали вот такой результат, да? На территории Германии разные слои наложились, дали другой результат. К этому выводу пришли? Да не к этому выводу пришли, просто... Мне кажется, вы эту мысль говорите. Еще надо, ну, просто, действительно, требуется какая-то статистика, чтобы выйти не голословно, да, конкретно. Но мне кажется, на самом деле, что прямые выводы делать из каких-то там законов, которые проявляются на биохимическом уровне... Ну, какие-то выводы надо делать, чтобы не оспаривать, пока не оспаривать, чтобы... Хочу обратить внимание. Это, кстати, указ, и чисто вот, если этот механизм существует, у нас же есть в мире аналитической философии, это... Смотрите, как интересно получается. То есть надо постоянно делать русскими столь несчастными, с их страшной историей и всем прочим. Если их не делать не страшными, то они солдатами будут уже через два-три поколения гораздо худшими. И будут... И не будут вот такой... Их исключительные боевые качества... Быть такой проблемой всего мира. Нет, я закончил, что этот синдром еще приобретался только у детей, которые супереживали изнасилование своих матерей. Не знаю. Нет, но мышки, они же наблюдали за... Ну, да, 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 да. Да, но там очень интересно, что было важно. Что они делали? Это тоже, кстати, хорошо, что, Алеша, ты это сказал. Я об этом забыл упомянуть. Они брали сперму у детей вот этой бабушки, детей, и другим нормальным самкам ее выливали. Их оплодотворяли искусственно. Для того, чтобы путем социального института, какого-то, социального переноса, они не смогли наследовать вот это дело. Чтобы не то, что, как говорят, он родился в неблагополучной семье. Так они вот этих внуков, вот этих мышек, специально рождали благополучной ситуации путем искусства. Альш, это про другое говорит, что первичное вот это вот закрепление этого признака, ну, первичный как бы механизм запустился потому, что они сопереживали. Да, да. А в Германии, вот как полагается, там не сопереживали, там, понимаешь, мышку далили, а всем было уже и так пофиг. И поэтому никаких микро-РНК не возникло, и все дальше было хорошо. Не знаю. Точно так же, вот как маньяки появляются, да? Ну, как бы принято считать, что... Пониженный уровень эмпатии какой-то, да? Да. В неблагоприятной семье, где происходит насилие над ребенком, ребенок, вырастая, становится маньяком потом. Ну, видите, опять над ребенком. Да нет же, это не над ребенком. Детерминистичности здесь нету. В одной семье появится, а в другой нет. Поэтому мне это больше всего не нравится, что есть какой-то детерминизм. Есть какая-то биохимическая определенность. Детерминизм, именно биохимическая определенность. Не, ну это знаешь, чем у вас? Ген гениальный сейчас, это вычисленный. Ну, естественно, все это статистическое. Естественно, что это не обязательно 100%. Естественно, все это подсчитывается некой вероятностью. Вы понимаете, как вот, из-за того, что у человека две ноги, понятное дело, что человек может... Какими способами человек может преподаваться, да, на ногах одной, на одной. Лучше, лучше. Иначе говоря, из того, как мы устанавливаем тело, есть ограниченное число возможностей, как мы можем это тело вводить. То есть, так же и здесь. Эффективно. И эффективно достаточно. Эти, как расходный материал, будут умирать, но они неэффективны? Эффективно достаточно. Они достаточно эффективны. Потому что, вот, например, они же воевать на следующем виде западной державы не могут. У них настолько велика ценность жизни. Мы об этом обсуждаем. Но это действительно эффективно, потому что, как бы, всем этим приемам военного можно научить. Но, как бы, если у тебя включен сильно стражин в свою жизнь, то все эти приемы, они бесполезны. Да. А здесь очень-очень эффективно. Да, это я подозреваю, что про то, что русские хорошие воины, я подозреваю, это такой же... Американские военные как по то, что русские – это великие там, это поэты, милосты и прочее. Издалека. Да. Вот и эффективно они. Ну да, но не грудь, так зод. Так, а значит, это как бы ошибка. То есть, что великий боя – это, конечно, вопрос такой спорный. Вот именно великий в этом самом смысле. Не в том, что мысли, что быстро бегают, хорошо плавают, метко стреляют, хорошо обучаян. Совсем не по этому. А просто вот такая... Не то, что не любовь к жизни, а вот такое отношение к ним. Была же такая тема даже в литературе в 18 веке, что если в жизни что-то не сложилось, там несчастная любовь – все, на войну. Ну, на Кавказ. Да, на Кавказ и так далее. Или просто... То есть, это как бы такой способ мы же все-таки говорили не о том. Мы не о том говорили. Но мы вот пытаемся, я же говорю, что пытаемся строить негуманитарную философию. Не помню о том, где... Тогда нужно что делать? Нужно искать депрессивный, угнетенный период в русской истории, отсчитывать два поколения. И получается, что не два, получается, что второе, третье и четвертое. Ну, отсчитывать два поколения. Внук, правнук и проправник. Да, да, да. Вот отсчитывать два поколения, которые прошли, и смотреть, что происходило, и как это все, во что реализовывалось. Просто уж посчитать. Есть ли никакая статистика, есть ли какая-то корреляция. Это вызов от человека, от человека залезть. У меня вот, например, если брать моих бабушек, то они даже не... моих дедушек, то они по большому счету уже даже во второй мировой войне уже были достаточно большого возраста, и в ней не принимали участие. Но зато они прошли всю гражданскую. И всю... И первую мировую войну. Моя покупательная оккупация была, но вроде как там такая спокойная довольно оккупация. Ну, и еще. Вот такова вот эта самая ситуация. Просто нам... Ну, нас здесь задается... Просто опричем... Почему ты про бабушку-то именно говоришь, а не про дедушку, допустим? А дедушку можешь делать все, что угодно? Да. Ты с дедушкой можешь делать все, что угодно, но этого механизма там не появится. Непонятно. Не появится. Непонятно. Эмпирический факт. Ну, просто... А у самских? Нет, подожди, подожди. Ну, получается... Не-не-не-не. Это действительно непонятно, потому что смотри, как у тебя был поставлен эксперимент. Над мышкой издевались, дети переживали, и дальше у них было все плохо. Дети видели? Ну, видели, видимо. Дети не видели, у них забирали эту девочку, маму забирали, с ней что-то делали, потом возвращали обратно. Возвращали. Вот. А если забирали папу и возвращали, то у них проблем не было. Так ты хочешь? Но это странно. Это же значит, что как бы речь не о биологии, все-таки, а о коммуно-социологии. Как я понимаю, они живут так... Да, они вместе не живут с папой, да. С семьей не живут. То есть для животных отец... Смотри, здесь что-то очень важно. Тогда надо аккуратно переносить. Антон, а можно маленькую ремарку сделать? Есть такой эксперимент, какой-то там обезьяна, там показывает чудеса какие-то, подсчет, ну и там по определенной порядке цифры это показывает, и там задают такой порядок, что человеческий глаз уже не видит, что просто мельканье какое-то. А обезьяна, она умудряется, несмотря на это все видеть, как бы и порядок, по порядку все правильно... Ну известно, я знаю этот эксперимент. Так из этого шока выяснили, что поскольку обезьяны нам родственники, что мы все так можем? Нет. Не-не-не-не, подождите. Точно так же мы это мучили мышку, значит мы все тоже депрессивны, логика уже простая, а тут все обезьяны это могут, значит мы тоже можем. Потому что я хочу сказать... Нет, просто я говорю, что логика одна и та же. Примятишенно разная. Сначала мы в прошлый раз это говорили. Я не объяснил. На генетическом уровне закрепляется у него, почему-то есть несколько поколений, и люди так же смогут. Одно дело, если закреплять устройство психики, а другое дело генетическое наследство. Совершенно разное. Нет, я еще раз говорю, что конечно же, когда мышек этих мучили и давили, они что-то там на генетическом уровне измеряли. Может быть, если смотреть, как это обезьянка вычисляет, это генетическое уровень тоже может... В этом и разница, понимаешь? Здесь есть конкретный механизм, но он предъявлен. А здесь ты только его домысливаешь. Дело в том, что генетическое уровень, премитивизм размышления, это нормальная наука. Абсолютно нормальная. А как только механизм. На генетическом уровне мы отличаемся от мышей очень мало. Очень мало. От шимпанзе. Еще меньше. Так вот, именно... Где-то генетический механизм, какой-то... Бехи личных и знаменитых. Как они это изучали бы, они точно нашли бы этот генетический механизм. Там всего лишь разница в устройстве психотерапевтического... Ну, зрение устройства. То есть мы воспринимаем, что там 24 кадра, а они воспринимают больше. У нас цветное зрение, а у кошек не цветное зрение. А мне больше нравится гены Мерлин Маврова. Это же вообще гениальность. Это же... Вот сидели и вычислили, что здесь ген, каждый один человек... Аргумент из того, что... Я читал... Я читал... Кот де Линча, а естественно, что вот эта конференция... Какая гадость ваша фамилика. Это имела та же самая логика. Нет, я просто имею в виду, объясняю, что есть какие-то нижние уровни, действительно, на которых могут происходить всякие процессы. Делать отсюда выводы глобальные, мне кажется, ошибочные... Логика вполне железная. Есть ли есть какой-то механизм, скажем, вот открыли механизм синтеза белка на ДНК. Открыли двуспиральную ДНК, и как синтезируется через РНК белок. Открыли, да? И после этого сделали неоправданное с вашей точки зрения, что если это есть у мышей, ну, еще не знали, что у человека есть такой же механизм синтеза белка. Нет, нет, нет. Поскольку есть после открытия какого-то механизма этот есть, просто это не значит, что на личностном и социальном уровне проявляется он. Булат. Ну что значит, подожди, Булат, если у тебя нет ноги, если у тебя нет ноги, это проявляется или не проявляется? Если я рожден, то у тебя нет ноги. Есть эксперимент. Нет, давайте просто поймем, что склонность к депрессивности это не значит, что ты пошел и убился, понимаешь? Ты не знаешь, что ты пошел на войну и умер. У тебя свобода твоя, никто тебя не отнимает. Просто у тебя определенная как бы есть предрасположенность. Понимаешь, определенный, я не знаю, но... Ну вот я и с ним согласился. Контекст. Так вот, ладно, что я сейчас говорила, потому что мы здесь есть. Нет, потому что если у тебя вообще... Не, ну, ты же согласен с тем, что люди разные рождаются, что одни предрасположенности могут друг другому. Что тут? У меня дед погиб, один погиб, вообще без вести пропал. Другой дед это там... был ранен, пришел, вернулся, и все там, и бабушки, все страдали там, и много детей, все было, еще я должен был по-вашему соубийцить. Да, Булат же. Ну это же депрессивный житель. Она же сильная. Депрессивный. Что? Никто с этим не смотрит. Ну, что вы там... Синицы и депрессивные. И вообще, Булат, ты же не русский. Мы не о тебе говорим. Я еще раз говорю, я не против выводов, я просто против прямолинейных и каких-то... Совершенно как бы... Что-то там прямолинейные делаем. Ну если... Нет, Булат, если проведут эксперимент, что там цвет глаз вот под таком-то воздействии передается по наследству через столько-то поколений, ну и потом это можно смотреть хоть на мышах, хоть на собаку, хоть на кем-то. Это ущемляет нашу свободу. Да, дело не в этом. Речь идет о социальных каких-то, о личных характеристиках. Дальше мы говорим, что естественно, что на мышах это проявляется более ярко, потому что у них нет социальных компенсационных, а у людей сглажены. Естественно, что если по наследству человек был вообще супер болен, но попал в неприятную семью, он может выздороветь. А наоборот, очень здоровый человек, неблагоприятной семье, еще запоятно. Опять интерминистические. Скажите ключевую фразу. Вот, поэтому... Ты сам это сделал. Вот, поэтому, естественно, это же не стопроцентно. Ты говоришь, надо меня сказать, но статистически... По-моему, тогда должно быть везде так, потому что везде была мировая война. Это везде тогда, это статистический закон должен работать. Ну, не везде же одинаково. Подожди. Везде же не одинаково. Мы не знаем, где больше... Ну, вот это австралийское это исследование, оно же брали просто детишек, ветеранов войны. Вьетнамской. Вьетнамской. Ну, а какие в Австралии вьетнамские дети? Вьетнамские дети нифига нет. А что есть американские солдаты, которые воевали во Вьетнаме? Ну, и что, и много там американцев? Да дофига. Американцы переехали в Австралию? Конечно. В большом количестве? В большом. Да нет. Тысячи этот... Выборка из тысяч человек, да. Тысячи? Да, тысячи. Ну, это несерьезно. Мы-то думали... А, сто тысяч? Ну, да. Тысячи это уже... Да нет, это мало. Странно, что такая миграция... Я что-то не верил в миграцию. Здесь действительно нужно просто... Да нет, просто... Намика в стране... Вместе с США в каком-нибудь... Сами любите про уровни говорить, а сейчас говорите, что... Ну, так получается, что где-то там есть соударение каких-то молекул, значит, мы полностью детерминированы. Да не полностью, Влад. Кто же сказал? Я как раз говорю, не полностью. Ну, вот, например... Ну, вот, например... Блад, простая вещь. Можно измениться, но статистический... Нет, нет, блин... Нет, нет, подожди, Влад. Мне же вроде философии... Подожди, подожди, я... Я застажу прекрасно, я философски... Да, прекрасно скажу. Просто если это так, статистически... То это во всех странах должно это проявляться. Блад. У вас же это специально какая-то... Это специально какая-то... Ну, вот, даже популяция австралийцев... Вот у них есть ощущение, что дискуссия зашла. За шею, зашла. Нет, просто... Влад, вспомни определение свободы. Свобода это значит не то, что ты... Нет, а я хочу, чтобы ты вспомнил. Свобода это значит не то, что ты являешься причиной себя полностью, а это значит, что среди всех причин, которые тебя определяют, вот, окружение, наследственность и чертовступник, среди всех этих причин, в том числе, и ты есть. Вот так вот, понимаешь? Это же не так. Ну, вот это правильное определение свободы, что ты, в том числе, являешься причиной себя. Хорошо. ну что все хлопаем так не хлопает когда открыли законы эволюции то есть когда сразу было все люди вот еще больше обезьяны и все изучили как общество обезьяны как бы и ведом ведем и как примат и все я не абсолютно зирую я просто показываю что это вульгаризм вульгаризм является как полное отрицание поэтому русские здесь никак не выделяется не по национальности а по по истории постоянно у нас нету нет вообще периода когда не было там не обязательно вот например периоды массового голода и не было массово массового выголода в двадцатом веке да а что там тебе говорят вот эти ребята сколько поколений это дело продолжается 5 5 5 5 а повторение было этого эксперимента независимо вот так опубликовали только ну я думаю больше 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 я графики смотрел там какие-то большие цифры по мышам стоит на английском ой слушайте я значит это читал как есть абстракт есть график нему список литературы потом есть русское изложение а сам полный текст на английском стоит 30 евро которых у меня нет вот так то есть я читал абстракт краткое изложение и графики видел список литературы по на тассе